Эльмира Ахматова живёт в Бишкеке и воспитывает пятерых детей. Ежемесячно женщина получала пособие в размере 4800 сомов. Но узнав про проект социальный контракт, она решила поучаствовать в нём. Сегодня в столичной мэрии состоялась церемония вручения сертификатов. 45 малоимущих семей стали обладателями 100 тысяч сомов в рамках проекта социальный контракт. Эльмира Ахматова одна из них. «Я работала долгое время швейной отрасли, решилась на серьёзный шаг и разработала бизнес-план. К счастью, смогла стать участницей единовременной социальной помощи, обладательницей сертификата на 100 тысяч сомов. В моих планах работать на дому и понемногу расширять бизнес. Я уже определилась, что куплю две швейные машинки, одну пятенитку. У меня пять детей, а потому в моём деле мне будут помогать две старшие дочери». Участники программы планируют использовать средства на открытие бизнеса в сфере скотоводства, торговли, швейного производства, интернет-продажи. В случае успешного введения бизнеса семьи выйдут из категории малообеспеченной семьи. «На сегодняшний день проводится мониторинг, сейчас именно с выездом на дом, для того, чтобы убедиться, насколько эффективно это всё используется. По большей части, это, конечно, швейное производство. Есть уже хорошие практики, когда сами женщины нанимают уже других сотрудников и расширяют производство. А есть сельскохозяйство, приобретается футный рогатый скот. Есть практика, когда уже дальше идёт дальнейшая переработка молочной продукции, выпуск мороженого, либо кисломолочных продуктов и реализация. Также одно из новаторских было – это калифорнийские черви, которые производят гумус. Несколько практик также есть». В прошлом году 2800 граждан смогли получить единовременную социальную помощь в размере 100 тысяч сомов. В этом охватили 10 тысяч человек. «В этом году мы данный опыт продолжили. Уже 10 тысяч семей в этом году получили по 100 тысяч сомов и продолжают начатое дело. Вчерашние безработные, вчерашние люди, которые находились в трудной жизненной ситуации, сегодня стали уже бизнесменами, стали хозяевами своей жизни. И сегодня именно тот день, когда можно говорить, что успешные люди должны объединяться». По всей стране проводятся региональные съезды участников соцконтракта, на которых новые индивидуальные предприниматели показывают свои достижения, делятся опытом, выдвигая делегатов для презентации своих успехов в Бишкеке. В сентябре планируют провести республиканский съезд для лучших участников социального контракта Джаны Кадам. Даяна Джумабекова, Руслан Саботаров, Аллату, 24.